Тема, которую я хотел бы сегодня с вами поделиться, называется «Культура и ценности». И их влияние на такие очень важные вещи, как модернизация и развитие обществ, государств и так далее. В 99-м году я закончил школу в Семиде, восточный Казахстан. Я вырос в достаточно традиционной казахской семье. Я поступил после этого в США и приехал в такую глубинку, штат Айова, Маршалтаун, маленький городишко, где-то 26 тысяч населения. И впервые тогда для меня встал вопрос актуальной ценностной структурой моей лично. Как человека, как гражданина Казахстана, как личности. Почему именно в США я впервые озаботился этим вопросом? А вот вообще какие ценности я верю лично, как в СССР, Турбек? Что эти ценности для меня значат? Насколько они для меня важны? И как они вообще? Меняются ли они? Это что-то динамичное? Либо это что-то, вот, часть моей личности, составляющая меня? И именно за рубежом эти вопросы для меня стали очень актуальными. Почему? Потому что моя культурная матрица, моя система ценностей, на тот момент сложившаяся, она впервые столкнулась с иной культурной матрицей, с иной культурной системой, системой ценностей. И вот был очень интересный такой момент, может, не очень удачный пример, но я учился в колледже американском, и нам преподавал очень хороший, сильный профессор по социологии, кстати. Я его любил так сильно, он так интересно преподавал. У меня вообще любовь и социология с него началась. И вот в один день я иду в супермаркет, и вижу своего профессора вдалеке, так что-то огромный магазин отцепил в омаркет. И вот рядом стоит какой-то мужчина, такой взрослый, здоровый, такой, в кожаной куртке, и ему цветы покупает. Ну, странная какая-то картина, что это мужик, цветы он покупает. Он оказался как бы нетрадиционной ориентацией сексуальной, я просто об этом не знал. Для меня такой шок это был, страшный шок. На следующий день я с ним поругался, я перестал с ним разговаривать, перестал с ним здороваться. Всякий раз, когда я видел в коридоре, я убегал, я перестал кушать нормально. Для меня это все, я в голове переигрывал, как это возможно. Это вот мой любимый профессор, да, такой вот для меня некий ориентир в жизни, оказался вот таким вот человеком нехорошим. В итоге со временем я это осознал, понял, там какая-то толерантность определенная выработалась, но шок был очень сильный у меня, вот именно, вот тогда мне 18 лет было. И я впервые начал думать, что действительно надо же, а вот каково мое отношение к другим вопросам, к семье, к религии, к языку, к традициям, знаю ли я эти традиции, насколько они важны в моей жизни. Второй такой шок небольшой, я испытал уже позже, учащийся на магистратуре в Италии. Да, вот представьте, такой разговор очень простой, у меня было очень много друзей итальянцев, они мне говорят, цесат, бонджорно, я говорю, чао. Вы вообще кто, кто ты вообще? Я говорю, казах, наверное, казах. А вот я смотрю, на русском разговариваю, я говорю, ну я начинаю объяснять, вот Советский Союз, вот такие-то дела, ну да, ну, как бы, понятно, ясно. А вот религия у вас какая? Я говорю, мусульман, что-то вот мы смотрим, как-то так, вроде ты особо так ретиво исполняешь свои все обязанности. Вот я так тоже начинаю свои скидочные вот эти все вещи. Ну, говорят, ну, хорошо, это можно принять. А у вас есть национальная музыка? Я говорю, ой, ты что, уэй, уэй, начинаю рассказывать. Ну, книжка, рэ, вот, нету мне ни слуха, ни играть не умеет, под рукой ничего не было. Как-то показать, а вы знаете, итальянцы очень музыкальный народ. Я говорю, хорошо, а национальные игры у вас какие-то есть? Я говорю, конечно, вы что, у нас есть кук-пар, у нас есть байги, а вот так интересная игра, такая нестандартная. А вот кто был чемпионом в этом году? Это был в 2004 году. А какой любимый, а кто твой любимый нападающий? А вот команда, команда, да? Вот какая команда, там, больше всего занимала чемпионских мест в Асказастане? А вот, а как зовут лошадь любимого твоего защитника? Ну, и все эти вопросы заставляют меня врасплохо. Впервые я начал очень четко осознавать, что я даже, как бы, возможно, свои традиционные ценности не так хорошо знаю. При этом никто не мог сказать, что я сам себя считал достаточно таким хазахи, джриппин, да, вот, хазахшадасулим, да, ата, ажимным тарвейсмургим баламан и так далее, так далее. Эти вопросы начали меня все больше и больше волновать. Я начал думать, а в целом в обществе нашем, какова сложилась культура ценностная? Насколько эти ценности влияют на такие вещи, как развитие нашего общества, сохранение наших традиционных культурных ценностей? Тем более, об этом так много сейчас говорится и говорилось. Вот представьте, 90-е годы, да, ломка вот таких ценностей, смена политического режима, возникла независимость нашего государства. Сейчас формируются какие-то свои, там, новые, уже, возможно, ценностные ориентиры. Очень часто мы слышим такие разговоры. Молодежь сейчас, Саша, Казахстан, какая она неправильная, как она неправильно воспитана, какой конфликт поколенческий возникает у нас. Вот все, не слушаются Сташек, слишком независимые, слишком дерзкие, слишком ничего не понимают и так далее. Я еще дальше, уже профессионально этим вопросом озаботился. Есть ли в Казахстане какие-нибудь замеры, какие-нибудь исследования, какие-нибудь социологические исследования в том числе? Кто вообще за это отвечает? Это же важный вопрос. Кто проводит какие-то системные, комплексные замеры, динамику отслеживать? За 23 года нашей независимости очень серьезно изменились ценностные, культурные ориентации и ценностные структуры общества. Но кто-то этим занимается? Нет. Пришлось перелопатить огромное количество книг, диссертаций, статей на эту тематику, выступлений. Есть несколько исследований, которые проводят наши компании, социологические, известные, БИСАМ, стратегия, но вот такого полноценного, методологически выверенного и, самое главное, такого динамичных исследований, которые можно было из года в год отсматривать, у нас, к сожалению, нет. Поэтому наш институт провел первую такую попытку, заявку на создание некого инструментария замера и изменения ценностных установок нашего общества, нас с вами, казахстанцев. В целом, если мы сейчас начнем смотреть, мы увидим, что перемены в культурных ценностных системе, в структуре общества, людей, их мировоззрение, как они воспринимают этот мир, влияют очень сильно на очень глобальные вещи, на изменение политической и социальной жизни, на трансформацию таких глубинных ценностей, политических, основных, экономических ценностей. То есть, ценностная структура общества напрямую влияет на все аспекты жизнедеятельности человека, в особенности на те вещи, которые сейчас актуальны для Казахстана. Это экономический рост, это развитие инноваций, это модернизация общества в целом, в том числе экономическая модернизация. В целом, если мы чуть-чуть, немножечко нам придется две минуты, минуту потратить на теоретическую основу, это вдруг кому-то после этой лекции станет интересна эта тематика, и он захочет дальше ее развивать. Тема культурной модернизации в целом вопрос очень большой, огромное количество есть уже и теоретического наработанных базиса, огромное количество прикладных исследований. В целом, начиная с научно-технической революции в 18 веке, человечество тоже очень сильно озаботилось, как меняется наша культурная составляющая, как меняются наши ценности, как они влияют на экономический рост. А влияет ли обратный процесс повышения благосостояния населения, влияет ли на ценности, как они начинают себя вести, как они начинают люди менять свои отношения к семье, к религии, к Богу, к соседям, к супруге, к детям и так далее. В целом, если вы посмотрите, очень огромное количество исследований, их можно разделить условно на три группы. Исследование самой культуры, исследование изменений в культуре. И вот для нас представлял интересный третий вид. Это специальное исследование культурной модернизации. То есть, что, какие факторы влияют на модернизацию ценностей и, соответственно, на другие аспекты. Вот даже межкультурные исследования, если посмотреть, я только самые несколько привел, таких известных, штук уже девять даже начинается их, исследований. Огромное количество есть специализированных тестов, исследований прикладных. Особо интересного для нас представляла Шалома Шварца, тест ценностей, это теория содержания структуры ценностей. Очень серьезно этот исследователь озаботился вопросом, а что такое вообще ценность? Что для человека является ценным? Если эти вещи, они динамичные, их можно поменять? Или это нечто то, что осталось в структуре общества, зафиксировано, традиция, уважение к старшим? Очень важное исследование. Из теории Шварца выходит огромное количество других подтеорий, других гипотез, социокультурные коды, например. И сейчас основной дискурс, основной спор идет. Первая группа исследователей говорит, что социокультурные коды и вот такие базовые ценности человека это нечто незыблемое, это нечто традиционное, его невозможно поменять. И вторая группа исследователей говорит, нет, их можно менять. Более того, через изменение этих социокультурных кодов, изменение вот этих ценностей мы можем повлиять на какие-то другие вещи. Вот представьте себе, Вторая мировой война, голод, разруха, огромное потерянное поколение обездоленных, искалеченных войной людей. А сразу после войны именно в европейских странах в большинстве пошел бурный такой рост индустриальный, экономический. Так вот, baby boomer, да, вот это поствоенное поколение начало расти, которое выросло в исторически беспрецедентном экономическом благосостоянии. Выросло в шикарных условиях, если так разобраться. Был огромный индустриальный рост, экономический рост, появились новые гаджеты, новый телевизор, появился телевидение, оно выросло немножко в других условиях. И вот очень интересно, как начали замерять, что резко начала меняться ценностная структура. Поколение, которое выросло в войне, пережило войну до войны, и поколение, которое послевоенное. И основной вывод, что степень экономической безопасности, оно привело к сдвигу приоритета от материалистических ценностей, когда упор делался на экономическую и физическую безопасность, на пуст материальные. То есть на первый план выходят такие ценности, как самовыражение, качество жизни. Интересно было бы вот эту методологию применить к нашей ситуации в Казахстане. Вот разруха 90-х, вот сидит более старшее поколение, оно видело те тяжелые годы, вот мое где-то поколение в более таком детском и подростковом возрасте это все пережило, и вот который после 90-х поколений сидит. Удивительно, если вот можно было вот межгенерационные сравнить, я уверен, что уже немножко другие были бы ценностные и мирозренческие установки. Почему такое исследование важно для Казахстана именно сейчас? Потому что сейчас перед нами стоит одна большая проблема. Проблема эта называется модернизация. То есть мы перед собой поставили четкую задачу модернизировать наше общество, модернизировать нашу экономику, модернизировать наше государство для того, чтобы зайти в тридцатку самых развитых стран. Появилось очень, мы себя сейчас находим в очень интересной ситуации. Вот как вы знаете, когда объявили Казахстан 20-50 стратегию, до этого очень многие, у нас же было 20-30, куда делать 20-30 стратегия? И правительство объявило, что мы целей 20-30 достигли заранее тридцатого года. Мы по многим показателям, рейтингам, глобальной индексы конкурентоспособности, к примеру, оказались действительно на 51-й позиции. Такое было чувство, что правительство само не ожидало, что это так быстро реализуется. В таком небольшом состоянии шока мы с вами были. Надо же, мы уже в 50-ке, оказывается. Мы уже в 50-ке с вами, уважаемые казахстанцы. Но достигли мы этой 50-ке благодаря макроэкономическим в основном показателям. ВВП на душу, население, там показатель doing business и так далее, и так далее. Сейчас же, чтобы зайти в 30-ку, потребуются намного более качественные и структурные изменения в нашей экономике. Здесь мы уже будем говорить о более качественных показателях. Инновации, количество патентов, уровень инвестиций в образование науку, прикладные какие-то вещи, предпринимательская активность. Вот здесь мы напрямую сталкиваемся с практической полезностью вот такого исследования. Мы начинаем понимать, что в Казахстане есть определенные ценности, которые тормозят развитие, либо определенные ценности, которые не достигли необходимого уровня развития, которые нужны, чтобы сделать качественный рывок, скачок и войти в клуб уже закрытый этих кацетистра. Нашу методологию исследования мы взяли за основу теорию Шварца-Шаллога. Очень интересная теория, она замеряет отношения внутри какого-то общества по нескольким осям, так называемые, оси он их называет. то есть вот три базовые оси это природоотношения между личностью и группой, то есть я и мы общество, мое место индивидуума в этом обществе. Здесь он интересный такой замеряет две индикатора, два полюса он их называет, это автономия и принадлежность. Для меня как личности что важнее? Моя интеллектуальная автономия, то есть широта взглядов, любознательность, творчество мое, или аффективный автономия, вторая часть автономии, удовольствие, разнообразие, жизненаслаждение, то есть мое гидроническое отношение. Либо принадлежность, для меня важнее, моя ответственность, что я член этого общества, я член какой-то группы, я член семьи, уважение традиций, безопасность, долг, то есть я должен в первую очередь думать не о себе любимом, а о той группе, которую я принадлежу. Второй замер идет социально-ответственное поведение, вот здесь оно тоже по двум полисам он замеряет равноправие и иерархия, то есть что важнее для индивидуума, равноправие, социально-справедливость, ответственность, помощь, честность или иерархия, власть, авторитетность, подчинение, богатство. И третья ось, третья замер идет регуляция отношения людей к своему природному и социальному окружению, здесь очень важная такая на самом деле вещь, гармония, то есть единство с природой, мир, защита окружающей среды или мастерство, то есть это активное самоутверждение амбиции, успех, компетентность, то есть я сам хозяин своей судьбы, я должен менять окружающую вокруг меня среду к лучшему, чтобы добиться лучших результатов, большего мастерства, большей гармонии внутренней, не через то единение с существующим порядком вещей, а через активную ее трансформацию, через свои компетенции, свои навыки, я должен изменять вокруг меня и меняющийся мир. Также за методологическую основу мы взяли очень интересное исследование, одно из единственных масштабных комплексных исследований ценностной структуры господина Ингельхард. В чем ценность его исследования? В его огромном наработанном фактологическом материале. С 1981 года он проводит так называемый World Value Survey, мировой ценностный обзор. 97 странах мира межстрановые идут вот такие исследования, где измеряется как в разных обществах, в разных государствах, разной религии, разными коллективистскими установками, разными общественными установками изменяются, трансформируются эти ценности. И какая вот картина такая интересная появилась. Я немножко оговорюсь, мы еще не до конца успели обработать материалы нашего исследования, планируем после Нового года провести уже больше публичную презентацию, но первый уже срез показывает интересные факты. Вот смотрите, ценности, которые сейчас являются в приоритете для казахстанцев. 75% всех опрошенных членов нашего общества заявили, что самой главной ценностью для них на сегодняшний день является здоровье. Является здоровье. То есть, если мы, например, возьмем те вещи, которые были бы полезны для государства, которые мы декларируем, например, патриотизм или служение отечеству, вы увидите, что они даже в десятку не входят, они в самую внизу находятся. Когда мы начали расшивать это, почему для вас здоровье важнее, вы сами себе сейчас вопрос задайте у участников сегодняшней конференции, они скажут, вы знаете, сейчас я фактически нахожусь в достаточно сложной ситуации, я точно понимаю, что если я Аллах Афтасан заболею или что со мной что-нибудь случится, я не смогу помочь никому, ни себе, ни своей семье, ни близким, ни детям. Поэтому для меня сейчас самое главное это мое здоровье, я и мое здоровье. Более того, самое страшное для меня, я вряд ли кому-то нужен вообще буду в этой жизни. То есть есть, где-то можем чуть замерить, подспудно, косвенно, недоверие к системе здравоохранения, они-то меня покалечат, скорее всего, и к системе социального обеспечения государством. Я вижу вот этих, скажем, товарищей с ограниченными возможностями, я не вижу, что они могут полноценно дальше помогать себе, развиваться, быть полноценным членом общества. Это очень, на самом деле, скажем, нехорошая тенденция, нехороший показатель. И если мы возьмем пятерку ценностей, вот дети, безопасность, любовь, там, да, то есть они все эгоцентричные, они все индивидуальные, они все замкнутые вокруг самого личности, самого человека и его близнего окружения. А вот такие общественно важные, скажем, ценности, которые мы хотим проповедовать, которые мы постоянно, наша государственная идеологическая машина проповедует и говорит, там, права человека, патриотизм, служение отечеству, там, да, справедливость, они даже в десятку не вошли. Это, на самом деле, не шокирующая ситуация. Нет, нет, нет. Вот если вы в большинстве стран общества начнете проводить похожие идеологические опросы в сравнении, там, на самом деле, здоровье, оно очень высоко всегда стоит. Потому что каждый человек о своем здоровье должен заботиться, это его первый, это приоритет, можно сказать. Но нас что пугает, например, вот когда мы начали это дальше глубже анализировать, например, такая важная ценность, как саморазвитие. Она идет почти самой последней в списке наших ценностей и приоритетов. Особенно среди молодого поколения. Саморазвитие, еще раз поясню, что это такое, там, в анкете это все пояснялось, людям, то есть, говорить, что это было плохое методологически, я за это могу гарантировать, отвечать, интервьюеры прям поясняли, под саморазвитием мы понимаем ваше личное развитие как личности и как профессионала. То есть, то количество книг, которые вы читаете, ваши профессиональные компетенции, курсы, конференции, сертификаты, которые вы дополнительно хотите получить, работа над собой, аутотренинги, низкий процент вот этой ценности один из ключевых моментов в успешной реализации вот этих модернизационных программ, которые мы сейчас имеем. Вот давайте посмотрим, у нас есть ФИР 2.0 сейчас запущен, с этого года, форсивное индустриализационное развитие. До этого было две программы, ФИР, первая стратегия индустриализационного развития, и ФИР первая. С точки зрения теории модернизации и государственной модернизационной индустриализации, да, все сделано, выделено достаточное количество капитала, есть государственная программа, смысленно, есть политическая воля, есть нормативная законодательная база, деньги в достаточном количестве выделены, отдельное министерство создано, там зафиксировано все, но какого-то бума сразу инноваций, там предпринимательской деятельности, стартапов, самсунгов, айфонов и стилов, джобсов мы пока не наблюдаем. Здесь, видимо, все-таки есть упущенные какие-то моменты, именно социокультурные моменты. К примеру, вот эта ценность, о чем говорит, особенно это страшно для молодежи, наблюдать на молодежи, больше процентов людей, снизившихся ценность до самого низа, это молодежь именно. Что мы не верим в мир дократил. Зачем мне в себя вкладывать, развивать, учиться, тратить свое время на какие-то лекции, на какие-то книги. Если я понимаю, что критерии оценки, они, видимо, все-таки немножко в другую сторону сбиты, и очень сильно девальвируется вот эта ценность сейчас для молодежи. Это очень негативная, нехорошая ситуация. К примеру, есть еще одна такая вещь, важная, ценность. Можно ее научно очень серьезно сказать. Вот десятка, кстати, наша первая, топ-10 ценностей. Здоровье, дети, безопасность, семья, традиции, карьерный рост, интересная работа, качественное образование, уверенно, завтрашний день. Все 10 индивидуально эгоистичные по сути своей ценности. Я все-таки вернусь потом к ней, буквально полминуты еще потрачу, у нас время уже подходит на исходе. К примеру, если эти проекции в прикладном виде для вас, чтобы интересно было, уже наложить на нашего, скажем, среднестатистического работника, будь то государственный служащий, будь то работник частной компании, какую интересную картину мы получаем. Смотрите, первое, наш работник, казахстанский, среднестатистический, вот можно даже ваш портрет средний взять, профессию воспринимает все-таки не как карьеру. интересно, очень интересно. Он ее в среднестатистическом воспринимает как некое призвание. Вот я вот, я люблю этим заниматься, поэтому я этим занимаюсь. Хотя все действия у него карьерные. То есть, вот когда вы спросите его, вот ты чем ты сейчас занимаешь? Вот я юрист. Ты этим занимаешься, чтобы стать суперпрофессиональным юристом, мастером в этом деле, высококлассным специалистом. Да нет, ну как мне нравится это. Понимаете? То есть, даже четкого осознания, почему именно этим делом я занимаюсь, у нас слабо присутствует. Люди об этом мало думают. Подтверждается это данными вот такого агентства, у нас есть рекрутинговая, Headhunter KZ. 52% специалистов на рынке труда у нас работают не по своей базовой специальности. Больше половины. Из них 26% начинали чуть-чуть, потом полностью переквалифицировались, а остальные даже и не думали. Поэтому у нас филологи занимаются там, потому что четкое понимание, что вот я этим любимым делом хочу заниматься, мало кто об этом вообще думает. Почему именно этим я хочу заниматься? Тут есть и огрехи наши системные, профориентацию, мы такие, вот советская была достаточно прагматичная система профориентации, она сейчас уже в том виде старей не думает, не работает уже, извиняюсь, поэтому на уровне средней школы мы четкую профориентационную работу пока системно не можем проводить. И у нас многие в выбору специально сталкиваются так, немножко хаотично, почему? Ну, тетя пришла, сказала, что это будет интересная специальность. Ну, тетя умная. Вот фундаментальное образование советского образца, пока у нас среднее такое звено еще советское немножко, вот закалки, да, оно дает хорошую универсальную квалификацию, но очень болезненно людям этим потом узкоспециальным задачам подходить, потому что требуется адаптироваться к конкретной такой специфике узкой. И это иногда вот у нас очень большую ломку вызывает. Очень умные, развепые, востребованные вроде специалистов, у него ставишь конкретную задачу, и вот он тут начинает себя ломать внутренне. Опыт работы в институциональной и нормативной очень такой неопределенной среде вырабатывает очень классную вещь на самом деле. Это способность решать сложные нестандартные уникальные задачи. Мы каждый день решаем проблемы, понимаете? Но при этом формальные, рутинные, какие-то долгосрочные обрабатывающие операции сложно нам с вами делать. Мы хотим творчество, пространство для маневра, решать вопросы хотим. А чтобы просто сидеть, обрабатывать данные, скучно. Радикальный индивидуализм, интересная вещь. Склонность к турдугализму и гиперответственности. Вот можете на себя примерять, особенно вот такой вот среднего звена. Действительно, мы очень гиперответственны. И к признанным авторитетам иногда мы не очень хорошо относимся. Но при этом обратная сторона, да, это выливается в отсутствие навыков командной работы. Авторитарный стиль управления, это неумение делегировать все эти вещи, они есть, они процветают в нашей корпоративной даже среде. Иногда люди зачастую сами не понимают, откуда они выходят. И короткий горизонт планирования. Вот это очень опасная вещь, которая с нами совсем играет злую шутку на самом деле. то есть мы живем Сталинградами, понимаете, у нас каждое мероприятие это Сталинград. Вот где моя вот микрофон почему не отлажен, и все делается в ночь перед мероприятием. И мы таки живем от Сталинграда к Курской дуге, от Курской дуги до взятия Берлина, после взятия Берлина Ялтинская конференция, после Ялтинской и так далее, и так далее. И этот Сталинград продолжается. То есть мы всегда готовы к таким мобилизационным вещам. Это нормально воспринимается? Хотя обратная сторона этого это стратегическое мышление, отсутствие ориентации на решение таких вот тактических задач. Мы тактики. И я объясню почему. Это вот на цитос в отмечении. Я вот сейчас уже минуту буквально завершаю. В плане долгосрочной модернизации та ценностная структура, которая у нас сейчас сложилась, она очень интересна. Она очень интересна. Она достаточно консервативна. Удивительно, она очень консервативна. Даже среди молодежи. Вот например, такой аспект как семья. Вот смотрите. Это я сейчас показываю молодежный замер. На ваш дар является ли семья носителем культурных и нравственных ценностей? 79-80% говорят, да, конечно. семья. Например, эта картина очень сильно отличается в западноевропейских странах. Вы доверяете вашей семье? Вот здесь 97% доверие семье среди молодежи. То есть семья это все до сих до сих пор в нашем сознании оплот сохранения традиционных ценностей, оплот доверия, оплот нашего я, оплот нашего воспитания, вообще понимание мира, что через семью будет. Это очень хорошо, уважаемые друзья, это очень важно. К примеру, когда начался скандал с этим знаменитым постером про Магаза Пушкин, мы для себя, у нас это были первые уже наметки, исследования, провели маленькое моделирование, мы сразу вычислили, что будет очень негативная реакция, достаточно интенсивная причем. Почему? Потому что один простой пример, для нас семья все-таки у нас семейные ценности консервативные и отношение к нетрадиционным семейным отношениям достаточно негативное. Мы сразу четко для себя это могли спрогнозировать. Поэтому мы хотим дальше этот инструментарий развивать, мы хотим этот инструментарий расшить, посмотреть, а какие факторы больше всего влияют на модернизацию наших ценностей. Как они меняются, почему они меняются. И через него в следующем году, я вам торжественно обещаю, мы сделаем такую большую презентацию еще новую отдельно. Мы покажем в каких ценностях мы видим большой спад и насколько они негативно могут повлиять на наше общество. Маленький конец, как бы резюмируя, какие мы для себя сделали выводы, что мы не сможем провести полноценную модернизацию нашего общества без определенной культурного накопления определенного культурного капитала. И здесь у нас есть подвижки на самом деле. Агентами влияния, так скажем так, изменения являются в том числе выпускники программ Булашат, в том числе многие ребята, которые за рубежом сезли, потому что их культурная матрица сталкивается с другой культурной матрицей, какие-то вещи воспринимают. И самое интересное, многие ругают Булашат, или кто за рубежом учился. А я могу вам совсем другую статистику привести. Она показывает обратно картину. Наоборот, идет фундаментализация и цементирование ценностей большинства наших ребят, которые за рубеж выезжают. Потому что они столкнулись с той же проблемой, которую я вначале описал. Он начинает лучше себя понимать и свою ценностную структуру, сталкиваясь с чужой структурой. Чужой ценностной структурой. Ага, он начинает выявлять свои слабые места, он начинает понимать, что он не понимает. Вы начинаете свой язык родной учить, вы начинаете обаять, читать, которого за 11 лет в школу не прочитали, вы начинаете хорошо создали стак, который может быть раньше не понимали, потому что у вас начинается обратная реакция на недопонимание себя, грубо говоря. Поэтому, уважаемые друзья, резюмируем. Давайте-ка лучше понимать, что для нас ценно в этой жизни. Давайте лучше разберемся в той системе ценностей, которая у нас складывается. Потому что в конце концов, что есть человек, что есть личность. Личность человека это есть те ценности, в которые он верит, скажем так, собрание, коллекция этих ценностей, чем он руководствуется в своей жизни и ежеминутные, какие-то ежесекундные свои решения он принимает благодаря твоей внутренней системе координат, что для него хорошо, что для него плохо. Потому что в конце концов это важно и как для нас, так и для общества и в целом для тех больших задач, которые наша страна, молодая еще страна, амбициозная страна ставит перед собой. Дякую вам рахмет. АПЛОДИСМЕНТЫ